В субботу вышли указы Зеленского. В эти дни, на прошлой неделе, я дал где-то два интервью. И они были широко растиражированы по украинским каналам. Просмотров буквально за несколько дней было более 600 тысяч. И я вижу, что вот информационное пространство, которое вчера было как бы заблокировано, сегодня она открылась и украинцы открыто говорят, мы хотим знать правду. Мы хотим в лицо видеть своего врага, мы хотим его правильно оценивать и бить по нему. Это уже сейчас открытые видео есть самих украинцев, прям с поля боя военные выступают, говорят. Гражданские лица, это уже тренд, уважаемые друзья, к сожалению, купленной ценой большой крови. И в этой связи я хочу сказать следующее. Да, сейчас будет ситуация сильно меняться. На следующей неделе, в среду, в четверг, в Европейском парламенте собираются различные делегации стран, в том числе будут представители Украины. И я, кстати, хотел бы воспользоваться этим эфиром, обратиться к вам, чтобы сейчас вы настаивали на применении санкций против политической верхушки Казахстана, Токаева, Кулебаева, Тасмагомбетова, организации ОДКБ, это как первый шаг. Не гоняться за какими-то кампаниями, их наш режим наплодит тысячи. Это бесполезная трата времени. Именно ударить по тем людям, которые ответственны за принятие политических и экономических решений против тех людей, которые обладают гигантскими финансовыми возможностями. И они используют эти возможности, чтобы гибли украинцы. И я надеюсь, что на следующие, вот буквально в эти дни, среду, четверг, в результате активных дискуссий начнет вырабатываться уже конкретная линия, чтобы под мощнейшие санкции попал сам Токаев и политическая верхушка. Я уверен, что это будет. По тем действиям, которые предпринял Дзидянский, я убежден, что это произойдет. Да, пока Запад еще колеблется, они заблуждаются, говорят, что... А сейчас вот Казахстан перебежит к Путину. Казахстан уже давно там. И мы нашли и найдем еще много аргументов, которые позволят нам убедить, что санкции нужны персональной, уважаемые друзья.